Космический корабль «Старшип» послужит американской армии. Самый большой корабль. Каждая из затей «Спейсекс» может изменить судьбу мира или уже повлияла на нее. Нравится это критикам Маска или не нравится. Все слышали про первую в истории многоразовую космическую ракету «Фулкен-9» и проект «Старлинк», призванный дать миру доступный и быстрый интернет. Если в случае со вторым пока что больше вопросов, чем ответов, то «Девятка» давно стала самой востребованной ракетой в мире на рынке космических запусков. По состоянию на конец прошлого года она совершила наибольшее число стартов, всего 20, все успешные. Благодаря стоимости стартов 65 миллионов долларов, что относительно скромно по космическим меркам, делу компании Маска хоть отбавляй. А тут еще первый старт пилотируемого дракона с человеком на борту на подходе. Однако все это игрушки на фоне самого амбициозного и, пожалуй, самого таинственного проекта компании проекта гигантского космического корабля «Старшип», который якобы сможет брать на борт до 100 человек и при длине в 50 метров будет самым большим пилотируемым космическим кораблем из числа когда-либо построенных. Пусть вас не смущают неказистые прыгуны «Стархоппер». Они всего лишь демонстраторы технологий для корабля будущего. Все самое интересное впереди. Сам «Старшип» есть не что иное, как развитие «Интерпланетари транспорт систем», ставший, в свою очередь, улучшенной версией системы «Марс Колониял Транспорта» со временем «Спейсекс» поумерила пыл, так что размеры системы несколько уменьшились, если высота всего комплекса «Интерпланетари транспорт систем» составляла 122 метра, то у «Старшип» вместе с ракетой скромные 118. Диаметр системы уменьшили с 12 до 9 метров соответственно. Но опять же это не делает «Биг Фулкан Ракет» современное название связки новой ракеты и корабля «Старшип» менее революционным проектом. К слову, многоразовость прилагается. Все тайное станет явным. В связи с серьезными планами «Илон» у экспертов давно возник вопрос, а зачем это все вообще нужно? Для снабжения МКС у американцев есть, вернее, будут, относительно простые и дешевые корабли «Крюдрэгон» и «Ст-100». Для полета к Луне Штаты уже решили использовать «Орион», его же применят для снабжения будущей луно-орбитальной станции. К слову, еще в 2017 году Дональд Трамп подписал директиву номер один, предполагающую возвращение США на спутник нашей планеты. Марсианские амбиции США окончательно ушли в небытие. Государство в этом не заинтересовано, а сама SpaceX никогда не сможет организовать пилотируемый полет, да еще и с высадкой на Красную планету. Разгадка концепции «Старшип» может быть весьма неожиданной. Возможно, это не что иное, как замаскированный военный проект, как бы это странно и абсурдно не звучало. Да и к чему шутки, если об этом открыто заявили в самой «Спейсекс». В октябре 2019 года президент и главный операционный директор «Спейсекс» Гвин Шатвелл, выступая на конференции, предложила «Старшип» в качестве средства доставки солдат и боеприпасов для армии США. Мы говорим с армией ее «Старлинк» и «Старшип», сказала она, не вдаваясь в подробности. При этом Шатвелл назвала космический корабль надежным и недорогим способом доставки. «Спейсекс», как уже было сказано, не стала вдаваться в детали, однако ранее Илон Маск поделился интересной информацией. Напомним, еще в 2017 году предприниматель предложил использовать комплекс BFA для земных перелетов. Максимальная скорость полета при этом будет достигать 27 тысяч километров в час в высших слоях атмосферы. Таким образом, из любой точки Земли в другую точку можно будет долететь меньше, чем за час. Например, перелет из Нью-Йорка в Шанхай займет 39 минут, а из Лондона в Дубай 29 минут. «Забыл сказать, что стоимость билета будет примерно такой же, как цена проезда в эконом-классе самолета», написал Маск. Последнее, конечно, просто колоссальное преувеличение, странное для человека, который занимается ракетно-космической тематикой. По сути, такой вид транспорта может пригодиться лишь для решения единичных задач очень большой государственной, межгосударственной важности. Может ли это быть доставка чего-то в интересах вооруженных сил США? Нельзя исключать. Здесь уместно напомнить, что СССР всегда воспринимал спейс-шаттл в качестве боевого комплекса, способного гипотетически наносить ядерные удары по советской территории и похищать спутники. Ничего подобного в реальной жизни, конечно, не произошло, однако и как гражданский космический корабль «Челнок» себя не оправдал. В силу огромной стоимости запусков и колоссальной технической сложности проекта, не видеть перед собой этот пример Маск просто не может. Стоит повториться, реальных гражданских задач для «Старшип» просто нет. Другие странности. Примечательно, что относительно недавно западные журналисты решили понять смысл другого мегапроекта крупнейшего в мире самолета «Стратолаунч модел» 351 «От» «Скейлд композитс», который должен выступать в качестве носителя космических ракет, запускаемых методом воздушного старта. Самолет совершил первый полет в апреле 2019 года, а затем компания была продана неназванному инвестору. Издание В материале «Пауль» Обратило внимание на некоторые нестыковки. Воздушный старт, при котором космический аппарат запускается в полете, давно показал свою коммерческую несостоятельность. По крайней мере, с текущим уровнем технологий. А тут еще и Маск со своими многоразовыми ракетами. Так что журналисты предположили, что 351 «От» есть не что иное, как и экстренное средство вывода на орбиту военных космических аппаратов. Логика проста. Для подготовки к запуску ракеты нужно много времени и погодные условия. Для запуска самолета-носителя таких ограничений нет, хотя свои риски, конечно, тоже имеются. Тем, кому все это кажется ненужной конспирологией, следует помнить, что не так давно бывший ученый Роберт Баллард, который стал знаменит после обнаружения «Титаника», заявил, что поиск парохода на самом деле был секретной государственной миссией по поиску затонувших американских субмарин. С другой стороны, все это нельзя однозначно трактовать в качестве доказательства изначальной военной направленности проекта «Big Falcon Rocket». Как это не парадоксально звучит, но, скорее всего, в его рамках мы, вернее, SpaceX, получим просто не очень нужный и очень дорогой космический корабль. Это, конечно, при условии, что он вообще когда-нибудь взлетит. Сам Маск не теряет свойственного ему оптимизма.